Я на улице, среди белого дня, ах, какая модница, скажет про меня. Всё, что можно безжалостно выкинуть, пригодится. Это доказали дети и их родители в саду посёлка Тимирязевского. Нарядные костюмы из бросового материала создали к конкурсу «Волшебные превращения». В дошкольном заведении на такую идею решились впервые. Предварительно воспитателями была проведена работа о вреде и пользе бросового материала, что нельзя мусорить планету, засорять всё вокруг. Ну, а из бросового материала можно сделать дополнительно какие-то полезные для человека предметы, вещи. Модели просто радуют глаз. Фантазии родителей нет предела. Они, конечно, молодцы. Участвовали дети из разных возрастных групп. Почти 30 человек решились сотворить костюмы и поделки из вторсырья. В ход шли подарочные упаковки, полиэтилен, одноразовая посуда, бумага, картоны, многое другое. Над каждой деталью дети трудились вместе с родителями. Мы делали вееры и потом нащемили скрепками и обрезали уголки, и потом мы распушали их. Скажи, а ты ещё куда-нибудь в этом костюме пойдёшь? Да. А куда? На Новый год. Техника изготовления нарядов, подделок и украшений из бросового материала популярна во всём мире. Называют направление трэш-арт. От английского трэш – мусор. Идея создана, чтобы привлечь внимание к экологической катастрофе на планете. Найдут ли дальнейшее применение для этих произведений – вопрос открытый. Позвольте, если мы на троне, но сегодня я важная, красавица бумагная. Бабочка мне понравилась. Маленькая. У неё много таких радужных вещей. И мне понравилось. Улина Масовин и Варень Сданова. Кем они были, расскажи нам? Весной диско. А тебе твой костюм-то понравил? Да. А ещё куда-нибудь бы в нём пошёл? Нет. Волшебные превращения удались. Победил каждый, отметили воспитатели. Детям вручили презенты и грамоты за творчество, оригинальность и решительность на воплощение необычных идей. Екатерина Рехтина, Роман Адонин, Телемикс.